Уиртуально-Польска, Польша, Америка возвращает сферу влияния, это плохая новость для Польши. Оскар Гужинский. Уиртуально-Польска, Польша. 6 мая 2019 года. Это наше полушарие, России не следует вмешиваться в его дело, она совершает огромную ошибку, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя ситуацию в Венесуэле, где россияне помешали свержению президента Мадуро. В Польше на эти слова практически не обратили внимания, хотя Варшаве следовало бы забить тревогу, ведь одной этой фразой ближайший соратник нашего важнейшего союзника уничтожил все плоды и усилий польской дипломатии и нанес удар по польской безопасности. Варшава уже давно подчеркивала на всех площадках, какое огромное значение имеет международный порядок, опирающийся на принципы и закон, а не на систему сфер влияния концерта держав, от которых поляки не раз страдали в прошлом. Об этом говорил президент Андрей Дуда, Андрзей Дуда, на Генеральной Ассамблее ООН, описывая приоритеты польского членства в Совете Безопасности. Высказывание Болтона стало, в свою очередь, недвусмысленным очерчиванием американской сферы влияния, а одновременно признанием того, что обладать таковой для крупной державы совершенно нормально. Доктрина Монро все еще жива Болтон, в принципе, не сказал ничего нового. Его слова отсылали к доктрине Монро XIX века, которая в течение многих десятилетий служила основой американской политики. В ее рамках Латинская Америка и все западное полушарие считались зоной, свободной от вмешательства Европы, то есть сферой влияния США. Болтон, собственно, открыто объявила возвращение к этой доктрине еще в марте. При текущей администрации мы не боимся выражения доктрина Монро, сказал он в беседе с CNN. В Польше его слова проигнорировали, но Россия обратила на них внимание. Глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал советника Трампа, назвав его высказывание оскорбительным для Латинской Америки и напомнив о существовании устава ООН. Подарок для Путина? Удар по Польше это, конечно, циничная критика. На самом деле Болтон преподнес путинской России великолепный подарок, ведь концепция сфер влияния служит опорой для ее риторики и оправданием для агрессивных шагов на территории стран бывшего коммунистического блока. В рамках такого подхода, вторжение в Грузию и на Украину можно назвать совершенно нормальной реакцией на расширение НАТО и продвижение альянса в российскую сферу влияния. Согласно логике влиятельного американского политика, Россия имела право вмешаться в ситуацию. Доволен может быть также основный соперник США – Китай. Америка давно выступает против того, чтобы Пекин превратила Южно-Китайское море в зону своего доминирования. По мере роста потенциала Поднебесная территория ее вотчина будет лишь увеличиваться. Для Польши новости звучат неутешительно, ведь в этой системе международных отношений небольшие игроки, как наша страна, не имеют права голоса. И даже если Америка сегодня считает нас своей сферой влияния, это вовсе не означает, что так будет всегда. Как показывает история, в особенности довоенная, границы между такими сферами легко сдвигались, а решения принимались без участия заинтересованных сторон. Фундаментом послевоенного мироустройства должен был стать отказ от логики силы. Она не ушла окончательно в прошлое, ведь Холодная война стала периодом непрекращающейся борьбы за влияние в разных частях света. Однако, существование новой, пусть даже иллюзорной, концепции приносило реальные эффекты. На первое место вышла не измеряющаяся танками и ракетами жесткая, а мягкая сила, главная в которой – идеология, ценности и доллары. При администрации Трампа Америка решила отказаться от морального лидерства и уступить место соперникам. Хуже того, говоря в контексте Венесуэлы о сферах влияния, США продемонстрировали свою беспомощность. Сложно ожидать, что Россия, испугавшись угроз Болтона, решит уйти из Южной Америки, поэтому у Вашингтона остается два варианта – смириться с положением дела или, что еще опаснее, пойти на силовую конфронтацию. Вне зависимости от исхода противостояния в проигрышной позиции окажется Польша. Комментарии читателей 444, в этом нет ничего нового, сильный всегда стремится притеснить слабого. И Америка, и Россия и другие государства всегда ищут жертв. Этого мы изменить не в силах, но умный может сделать выводы и тоже поискать кого-то более слабого. Трумп от Дросси и Пальсуята, Трамп уже раньше заявлял о намерении отдать России то, что она хочет, то есть влияние в Азии, Европе и Африке. В выведении США останется только Америка, остальное будет отдано Москве. И, 1% хороших отношений Польши с Россией имеет большее значение, чем 99% хороших отношений Польши с США. Так было, есть и будет. Когда мы это поймем. Вернее, когда это поймут люди, отвечающие за нашу безопасность. Передвинуть Польшу в другой регион мира никак не получится. Ячг Стронг, а чего вы ждали? Следует вернуться к ялтинской доктрине и наконец осознать, как выглядит мировой расклад сил. Россия всегда получает то, что хочет. Самый последний пример – Венесуэла. Однажды с Польшей может произойти то же самое, и это отнюдь не радужная перспектива. Остается надеяться только на свои силы или брать пример со Швейцарии. Объект Уны, Сирия, Ливия, а сейчас Венесуэла – это реакция на развертывание американской противоракетной системы в Румынии и Польше, а также присутствие американцев у границ с Россией. Я боюсь, что из-за проповедников демократии мы получим новую холодную войну. Бары. Получается, что отсталая бедная Россия снова обыграла развитую и богатую Америку, даже не обращаясь к насилию. Марчин. Россия становится все слабее со времен Холодной войны. Доходы от продажи нефти падают, Польша отказывается от российского сырья, так что россияне теряют миллиарды. Население России уменьшается, значит, у нее будет все меньше новых рекрутов. Шансов у нее нет. Кроме того, не все помнит, что во время войны Москва присоединила часть китайской территории, и Китай хочет ее вернуть. Финны стремятся обрести Карелию, а Польша не погнувшалась бы Калининградской областью. Даже если Россия будет действовать агрессивно, она только устроит себе еще более глубокий кризис. При этом украинцы хотят вернуть себе Донбасс. А российской армии приходится находиться не только на украинской территории, но еще в Сирии и в Венесуэле. ИСПС. Путину нечему радоваться, ведь большая часть его страны – это китайская сфера влияния. Сейчас россияне еще способны напугать Китая ядерными ракетами. А через 20 лет – эмирить, Россия хвалится, США хвалится и играет мускулами, а Китай сидит тихо и занимается своим делом. Именно он стал сейчас самой сильной военной державой, о которой никто ничего не знает. Когда двое дерутся, выигрывает третий. Чзар Науэц. Что будет с Польшей, если США и страны Старой Европы начнут налаживать отношения с Москвой и выходить на российский рынок? Америка и Россия – два иуда мира, они друг на друга не нападут. У заокеанского друга поляки покупают газ по 240 долларов за одну тысячу кубометров, а у врага, то есть России, его можно купить за 180 долларов. Следует поддерживать контакты и не плевать в сторону россиян. Страны Старого ЕС спокойно заключают с ними многомиллиардные контракты, а польское правительство – нет. Но поляки увидят, сколько будут стоить газ, нефть, бензин. Как можно пытаться от чего-то освободиться, если у нас самих этого нет? Палак за У-образня – наша единственная надежда на героическую Америку. Если американцы нападут на нас и сбросят ядерную бомбу, например, на Варшаву, Америка им сразу же ответит, сбросив водородную бомбу на Москву. Так что нам стоит держаться за американцев руками и ногами, они выступают гарантами мира и нашего существования. 0-1 ничк. Пока мы будем покупать у США оружие, они будут похлопывать нас по плечу, как раньше делали Франция, Англия и Германия, которая активно вела и ведет в нашей стране бизнес. Если, однако, ситуация обострится, американцы займутся своими делами там, где можно извлечь выгоду. Россияне у нас здесь рядом, с соседом нужно жить в согласии, а прийти к этому лучше раньше, чем позже. Таковы наши государственные интересы. Кубол, извините, но неужели кто-то сомневается в том, что каждый президент США, как Рузвельт в Тегеране, продаст нас России за пять минут, если это будет соответствовать его интересам? Напомню, что Вашингтон и Лондон гарантировали Украине безопасность взамен за передачу России ядерных арсеналов, оставшихся на украинской территории после распада СССР. Чи Уилл, вывод один, чтобы обеспечить Польше мир, нам нужно начать производить баллистические ракеты и ядерные бомбы, а также развернуть противоракетные системы и обеспечить каждому поляку доступ к оружию. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.